Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе в этот замечательный день, Господа нашего Иисуса Христа, в Слове, в Собрании Святых, в защищённости Твоей. Благослови изобильно, Господь, помашь это время Твоими откровениями, проникновением, Господи, Твоих смыслов в нашей жизни, чтобы эти слова были нашими глаголами и нашими шагами. Славься, Бог наш, во имя Твоё Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вчера закончилась конвенция в Балтиморе, в пятницу вечером был миссионерский вечер, я с удовольствием наблюдал, как проходили представители церквей наших по всему миру, видел пастора Эмилия из Киргизии, слава Господу. Замечательно, хорошее время было. И когда видишь такую картину, она трогает своим величием и величием того, что всё это произошло благодаря тому величайшему дару, который был дан нам Отцом Небесным в Иисусе Христе. Это наш Господь Иисус Христос. Давайте похлопаем. Сейчас, если мы посмотрим на замечательное слово, которое сказано в Первом Коринфянам, в 12 главе, вернее, в 13 главе, в 12 стихе. Сейчас мы видим и то, что изучаем гадательно, потом мы увидим это лицом к лицу. Тогда будет происходить то, что написано в одном из псалмов, когда овечки входят в дом хозяина, то они не тихо входят, это просто такой поток этих овечек, овечек, они перепрыгивают друг через друга, они вопят от радости. Когда мы смотрим на первое пришествие Иисуса Христа в этот мир, то мы должны и обращать, и практиковать в нашей жизни очень важную характеристику Иисуса Христа. Она описывается в 13 главе Евангелия от Луки, 6 стих по 9. «И сказал Господь эту притчу. Некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу, и пришел искать на ней плода, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плодов на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она, и землю занимает». Восьмой стих. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». У пастора Мати была замечательная проповедь маленькая на конвенции, и она называлась «Попробуй еще раз». Во времена миссии мы сталкиваемся с такой ситуацией достаточно часто, но церковь только-только появляется, наслаждается, и, конечно, бывают и сложности и так далее. И все время должна быть эта мысль, которая сказана в этой притче. Я еще ее, за ней поухаживаю, за этой смоковницей. Еще год, а потом и еще год, и еще год. Хотя место занимает, ни к чему не пригодно, но еще и еще. И проповедь была «Снова, пытайся снова, попытайся сделать снова». Есть ли в нашей жизни такие ситуации? Сколько угодно. Повернитесь друг к другу, покажите. Вы есть такие же. И, может быть, до сих пор это происходит. Итак, первый пункт. Проповедь называется «Величайший дар, который у нас есть». И первый пункт – это еще один год. А потом? Второй год. А? Второй год. Еще один год, еще один год. Это наше служение. Каждый человек, который приходит в церковь, он находится под атакой. В церкви мы защищены. За пределами церкви мы защищены словом, которое услышали, которым живем из Библии. Итак, еще один год. И так до какого времени? До восхищения. До восхищения. Совершенно правильно. До… Он начал свою работу в нас. Мы работаем потом, да? Нет. Пастор Нурлан, что ты говоришь? Нет. Нет, он продолжает работать. Да, другое дело, как он работает через нас. Мы можем в поспешности сказать, что, ну, это моя заслуга. И я посмотрел на этот марш миссий и подумал о том, как… Это все заслуга Бога. Это все заслуга Его дара величайшего, Господа Иисуса Христа. Были те люди, которым передавалось слово, они слышали. Потом начинали действовать, как это слово говорит. И у них произошли чрезвычайные изменения, вплоть до того, что на генетическом уровне люди исцелялись и исцеляются, и продолжаются изменения. Когда человек находится в этом мире, то, оказывается, то слово, которое он слышит, оно очень сильно влияет на него. И если это слово, оно доброе, как написано в послании к филиппийцам, 4 глава, с 8 стиха, мы можем размышлять не только на религиозные темы, но то, что достойно восхваления. А что достойно? Только Господь Иисус. Религиозная эта тема. Когда мы начинаем говорить и используем те ситуации, в которых мы побывали, то мы обнаруживаем все время эту часть. Еще один год, еще раз, и еще раз. Ваши соседи, и еще раз. Ваши друзья, может быть, в том городе, где вы живете. Или же за пределами, а может быть, и в другой стороне. И вы служите, и служите. Является это служение сложным и тяжелым? Нет. Когда мы служим. Когда мы находимся в Господе, то это Он действует так. Он заявляет, у Него призыв этот. Он действует еще один год. И Он дает и обеспечение, и силы. Сразу же это происходит в нашей жизни или нет? Нет, не сразу. А сразу же ли это происходит в нашей уже зрелой жизни верующих в Иисуса Христа? У нас есть ответственность. Это ответственность. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих, 2 часть и далее. То есть мы должны быть исполнены Духом Святым. И именно Дух Святой действует через нас. Именно благодаря действию Духа Святого через нас люди видят нечто большее, чем сами мы. Второе послание Петра, 3 глава. Второе Петра, 3 глава. Также очень важный стих. Но это все по этой теме. У нас есть великий дар. Мы его бережем. И благодаря нему, этому дару, мы и действуем. Итак, второе послание Петра, 3 глава. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, что Господи, я молюсь, я прошу, но что-то я не вижу Твоего ответа. Легко руки опустить. Или же, вот уже столько времени, а ты все еще не пришел. Мне бы хотелось уже на небесах быть. Почему этого нет? Была написана особенная книга, что это город Божий. Но вот что написано во втором Петра, в 3 главе, 9 стихе. Не медлит Господь исполнением обетования. Как некоторые почитают, то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе. Медлит, чтобы спаслись. Почему я написал слово «спаслись», а не пришли к покаянию? Покаяние на греческом языке метаноя. Это обозначает со временем изменить свою точку зрения. Какая точка зрения, которую мы меняем? Это на жизнь. Это на то, что любой момент моей жизни и вашей жизни, он требует быть ископленным. Он требует быть в спасении. То, что написано филиппийцам, 2 глава, 12 стих, это бережное, трепетное наблюдение, как мы в нашей спасенной жизни живем. И это все относится к тому, что Господь предоставляет такую возможность. Такую возможность, величайшую, была предложена, или она была предложена Анане, пастору церкви в Дамаске. И это неожиданное было предложение. Господь явился ему, 9 глава, Деяний, и предложил, чтобы Анания пошел к Савлу из Тарса, который находится в определенном месте в Дамаске. Для Анании это был шок. А Господь дарил ему этот подарок был, что ты, Анания, придешь, и ты расскажешь Евангелие ему. Несмотря на то, что произошла эта встреча лично с Господом по дороге в Дамаск, Анания пришел. Кротость Анании привела его к тому, что теперь весь мир, читая Библию, знает о том, откуда произошел сам Павел, великий апостол. И как это произошло. И как это смирение возникло у Павла, когда приходит тот, кого он должен был бы забрать с собой насильно и привезти в Иерусалим. Мы с вами восхищены медлительностью Бога. И она заключается... Нам бы хотелось, чтобы это все было быстро. А он предлагает, чтобы мы научились действовать, как он действует. И служили бы сегодня, или, может быть, сегодня кто-то скажет, да нет, больше не могу. Он опять сделает... Помните, как с Ионой произошло? Что он не хотел благовествовать ассирийцам, ассирийском царстве в Неневе. Он не хотел, они враги были ему. Сколько врагов сейчас, которым ни в коем случае... Как-то один человек сказал... Ну, да, глупость сказал. Итак, суть заключается в том, чтобы мы приступали через свое и продолжали служить Иисусом Христом. Какой у вас дар величайший? Иисус Христос. Величайший дар. Чем вы... Что вас интересует сегодня? У каждого ли из тех, с которыми вы рядом живете, имеется этот дар? Если нет, то... Да, пожалуйста, вперед. Медленно ли, быстро. Вы тогда используете и молитву, и восприятие отклика, и тех людей, которые Господь присылает нам для того, чтобы это было осуществлено. Не опускайте руки, Бог велик, а у вас есть его дар. Третье. Сегодня уже упоминался этот псалом о пажетях и добром пастыре. Итак, Псалом 22. Меня интересует такая вещь в этом псалме, что трапеза, которую Бог готовит псалмопевцу, великолепна. Это забота, это общение между Богом и Давидом. Но вот на виду врагов очень важная вещь. Мы находимся в этом мире, и та весть, которая имеется у нас, она не всегда воспринимается с радостью. но если вы сказали этому человеку, и вы находитесь в пределах его видимости, или он видит вас, что с ним происходит, как вы думаете? Он наблюдает, смотрит, слушает. Что делает? Он наблюдает, смотрит, слушает. Да, он смотрит, слушает. Почему? Потому что он хочет узнать, в чем разница между жизнью этого человека и моей. Кроме того, он воспринимает некую такую удивительную порцию, которую он никогда раньше не имел в своей жизни, потому что мы несем духовную духовную атмосферу. Она не наэлектризована сложностями этого мира, но свободой и радостью в Господе. Этому человеку хочется понять, кто был врагами Давида в то время? Филистимляне. Филистимляне может быть те, также и евреи, которые гнались за ним. Да, такое было. И Господь медлит. Он дает ему общение. И враги наблюдают. Или человек, который оступился, отошел на время. А помните, как в 28-й главе Первой книги царств, когда в 27-й главе, когда возвратились воины Давида к себе в лагерь и обнаружили, что лагеря нет. Все жены были забраны, дети все разрушено и так далее. И был страшный плач. у воинов, этих серьезных мужчин. И потом, как после плача, они увидели Давида. И тут же у них появился ответ того, кто виноват. Давид виноват. Он повел их к филистимлянам и так далее. Да, они сделали много и так далее. что делает Давид? Не убегает, не разговаривает с ними. Он начинает молиться и спрашивает Господа. И те его друзья, которые стали врагами, обнаруживают, что они снова возвращаются куда? К Господу. Им необходим такой лидер, который будет вести их. Итак, Псалом 22-й. Мой добрый пастырь, мы могли бы назвать этот псалом. Враги смотрят на Давида во время трапеза. Как еще можно назвать эту картину, когда враги смотрят? Он является и их пастором, потому что он привлекает их к тому, что знает Давид, чтобы они также этому уделили внимание. Является ли это действительным событием в нашей жизни, как верующих, когда мы разговариваем где-то об Иисусе Христе, видят люди, кто-то может быть недоволен и так далее, а видят ли они Бога? Как вы думаете? Со временем увидят. Если они не видят Бога, в то время, когда слышат нас, через некоторое время они столкнутся дома с той ситуацией, где Бог будет разговаривать с этим человеком. бога, что обличение, как мы знаем с вами, обличение, которое делает Дух Святой в этом мире, оно не что иное, как о трех истинах он вещает, и люди это выделяют и подчеркивается у них в жизни. О грехе они грешники, им нужен Спаситель. О правде Спаситель пришел, грех был распят. Он сам все это выполнил. Теперь они, любой человек подарком может получить спасение, прощение. И третье, что князь этого мира осужден. Все. Как бы это не происходило, как им кажется. Итак, враги, они обретают пастуха. Четвертое обретение. Обретение пастыря. Это четвертое или третье? Это третье. Можете ли вы сказать о своей жизни, что у вас такое произошло? Что вы, глядя на жизнь кого-то, обрели пастыря? Конечно, конечно. Четвертое. Другой злодей. злодей. Некрасиво звучит. Скажите, где другой злодей описан? На кресте. По обе по обе твиста. Да. Итак, было два злодея, и в центре находился Иисус, который молился. Они оба его злословили. Затем один, это 23 глава с 39 стиха по 43. Итак, один из этих злодеев, услышав, вероятно, молитву, глядя на него, прекратил злословить. Он стал воспринимать Иисуса Христа как Мессию. А другой о другом не пишется. Что вы скажете о другом? Он был среди врагов, перед которыми был пир. Еще раз. Он был наблюдателем встания врагов, перед которым Бог устроил пир. Аминь. Так и есть. Мы не можем сказать, что этот человек погиб. Потому что мы не можем сказать, что он спасся. Только лишь тогда, когда мы будем на небесах, то там мы увидим этот ответ. Есть он там или нет. Но суть заключается действительно в том, что когда Иисус находился на кресте, и так в Луках 23 глава, когда он находился на кресте, то все в природе менялось в это время. И в храме произошел разрыв занавеса, и также земля трепетала и так далее. А вы когда-нибудь были во время землетрясения? Находились? Вы ощущали некоторую вещь, она тревожила очень сильно? Да, ощущается. После того, когда вы это ощутили и то есть вы восприняли это состояние тревоги и вам объяснили, что это землетрясение, больше никогда не повторялось у вас это ощущение? повторялось. Ну, конечно, в Туркмении обязательно. Причем у меня получилось так, я готовился к занятиям в библейском колледже и все уже приготовил, написал, что мне надо было, собираю свои записи и землетрясения, а я в доме нахожусь. Трясет невероятно. Как только оно закончилось, я выбегаю. Люди все на улице и они стоят и смотрят. А мне нужно идти, а я оставил все записи там дома, мне нужно идти на занятия. Ну, стоят, через сколько там можно стоять и я пришел еще раз туда. Как только я пришел, опять началось землетрясение. Это было, оно второй раз это мощнее, но уже в то время достаточно мощно делали мощными дома, все в порядке было и занятие прошло, но я хочу сказать, что земля начинает колебаться достаточно много, когда она даже не колеблется, потому что это событие, оно записано. Когда вы говорите об Иисусе Христе, запомните, это эти слова, они драгоценности, сначала невоспринимаемые, позже человек к ним возвращается. Ну, я говорил вам об этом случае, когда произошла трагедия в метро в Баку, и мы посещали тех людей, которые остались в живых. И одна женщина рассказала такую историю, когда начался пожар внутри тоннеля, и она вспомнила слова своего сына, который ходил в одну из евангельских церквей. Как мне помолиться, как у нее был вопрос, что сказать, что... И вдруг она вспоминает, что это были слова о царстве Божьем. И она кричит, я хочу царства, хочу царства. Дверь открыта. Она не видела, как... Только что она была закрыта. Она не видела, как она открывалась. Дверь открыта. И она выскочила к ней. Да, и таких случаев и рассказов было много, когда начинали молиться, и дверь открывалась. Одна женщина выпрыгнула из поезда в метро и с двумя детьми на руках грудничок, и девочка маленькая, она вела ее. И вот они побежали. Побежали на свет, который сиял. Следователь приходил и все время спрашивал еще раз и еще раз. Что это за свет был? Для нас понятно. Для него нет. Для него это было совершенно может быть взрыв был, может быть что-то еще такое. Мы понимаем. И когда она выскочила из метро, да, она дочку потеряла. Когда она выскочила из метро, мужчина принес ей дочь, передал ей и ушел. Вполне возможно, это был ангел. Итак, четвертое. А другой злодей он слышал. И мы запоминаем здесь наши слова драгоценность. Драгоценность. Еще год немедлит, но медлит для того, чтобы спаслись все. Псалом обретения пастыря, а также и слова драгоценные, которые являются тайной воздействия в жизни человека. И пятое. апостол Павел после этой встречи, которая у него произошла с Богом, много размышлял и несколько раз он это использовал и в книге Деяний, рассказывал разным людям о том, что происходило. И вот в первом послании к Тимофею он описывает, что же с ним произошло. Итак, запомнили. Еще раз, еще раз. Он медлит, чтобы спаслись, чтобы помочь, и кто-то принял бы Иисуса Христа. Он является пастырем не только для Давида, но и тех врагов, которые видели. Он является откровением не только для первого разбойника, но и для второго. И вот апостол Павел говорит. Первое послание к Тимофею, первая глава, 14 стих. «Благодать Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Апостол Павел, да, вы точно так же, вы являетесь самым близким примером действия Господа для ваших соседей, друзей, или же когда мы отправляемся в эти поездки кратковременные и в Зеленогорск, в Приозерск, может быть, в Советский и так далее. Это очень важно. Мы с вами являемся носителями этого слова, да, преображение происходит в нас, оно видно, и тогда мы благодарим Господа за то, что Он прислал человека к нам, который терпел еще год и еще год и еще год и оказался верным. И это мы также воспринимаем. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот удивительный, великой, величайший дар, который Ты дал нам Иисуса Христа жизнь вечную, действия спасения через грешников, которые были спасены Тобою и передают этот дар. Славься, Бог наш! Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его и скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, приведи в живую церковь, люби, прощай, обучай, поднимай, если упаду, во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь! Спасибо! Благословения вам!